Функции левой кнопки мыши В режиме комнаты у левой кнопки мыши может быть три функции, которые она одинаково хорошо выполняет. Для этого иллюстрации добавим в нашу модель объекта куба. Первое функциональное назначение левой кнопки мыши — это выделение объекта. При активации соответствующей иконки функциональных назначений кнопки мыши щелчок левой кнопки мыши в любом месте пространства будет работать как для выделения данного объекта в списке объектов. Второй функциональной функцией левой кнопки мыши является работа с секущей плоскостью. При активации этого режима, либо щелчком по соответствующей иконке, либо нажатием кнопки Alt, мы начинаем работать с секущей плоскостью и перемещать наш объект в произвольную плоскость, в произвольную точку пространства. И третьей функцией, которой может являться левой кнопкой мыши, является инструмент Mesh. При его активации каждая вершина выделенного объекта подсвечивается синим цветом, и этот инструмент позволяет редактировать нашу модель путем выделения необходимой вершины и перетаскивания ее в нужную часть пространства. Таким образом, из исходной модели мы можем сделать достаточно оригинальные вещи, и этот инструмент служит для исправления модели, если необходимо внести какую-то правку именно в полигональную сетку нашей модели. Для возвращения нашей модели оригинального вида необходимо нажать кнопку Original Mesh и подтвердить сброс трансформации до исходного объекта. Для того, чтобы сохранить наш объект в отдельную, новый объект, для того, чтобы такой объект был доступен для работы, необходимо произвести операцию экспорт. Мы должны нажать на кнопочку Export.3dl, назвать наш объект MyObjectMesh, нажать на кнопку Enter. Lightcomer сгенерирует новый объект в формате 3dl и положит этот объект в стандартный каталог моделей. Вот он, MyObjectMesh, теперь доступен для работы с нашим объектом в любом нужном количестве, в том виде, в котором мы с ним работали. Обращаем внимание, что инструмент Mesh применяется ко всем экземплярам объекта, поэтому после исправления оригинального объекта необходимо его экспортировать в то место, с тем названием, с которым мы будем с ним работать, а исходный объект оставить для дальнейшей работы.